Здравствуйте, дорогие посетители сайта goodgame.ru Мы смотрим последнюю решающую игру с чемпионата PGL в первой группе. Сейчас счет 3-3. После многочисленных сражений счет сравнялся. И последним, который был очков для команды, был как раз Хоу, за действиями которого мы сейчас наблюдаем. Посмотрим видео от первого лица. Противником Хоу в этой партии на карте Secret Valley станет китайский порт Like. Будем внимательно смотреть за действиями кристаллованного корейского ангета. Мы видим буквально то, как он кликает, что он делает. И надеюсь, в общем, к нему что-нибудь новое. Так, застраивается, во-первых, зепуратами. Свою шахту второй намеревается построить слева. Так, прицел. Застраивается склеп. Так, ну, на этой карте, как мы помним, два фонтана есть в жизни, которые дают орку некоторое преимущество. Там девайсы можно увидеть и подлечиться. Что примечательно, Фоб играет пока что... Ну, как бы, будет. Не, не факт, что будет. Играет пока в гулей, а не в полку. То, что в играх часто встречается. Он может, конечно, выйти в полку. Есть вариант такой развития событий. То есть там Криер делает сейчас грейдиар. Делает грейд через трех гулей. И тот после грейда делает... Начинает состроить пауков. Так, ранний герой у нас тут. Лавка тоже, соответственно, под героя. А этот для того, чтобы похарасить. Он просто может на этой карте сразу же пойти на оранжевую точку. И там... Не, я обманул. Это не ранний алтарь. Это алтарь после склепа. Так, часть гулей мы отправили налево. Потому что там елка вроде как поближе получилась. Рабочий отдается на нейтральных монстрах. Отдает свою жизнь. Так, грейд. Грейд, как только накопился, у нас лес. Вот почему мы так за елками выбирали, какую елку окучить. Купили девайс. Взяли койл. Пошли на разведку. Пошли сразу крепиться. Крепимся мы с тремя огулями и героем. Нужно подставить героя под друг. А, вот даже так овцу нашли. Как он выманил, здорово. То есть стреляющие по нему действительно стреляют. А, не лишний поверсиер кинулся на скелетов. Сейчас бьет булю. Скелет на низзаве. Грэвьярд. И застройщика вторым зигуратом глухая шахты. Для того, чтобы... А, вот он блэдмайстер. Там лечился грант. Мы гранта укусили. Лечился БМ. БМ это уже укусили. Очень удачно пока что. Когти плюс шесть. Идем на зеленую точку. На ней мы получим второй лейол. Еще один кандидатик. Хоп. Гранта укусили снова. Перебили лечение. Таким образом Гуля уже, можно сказать, выиграла 100 голды. То есть она полностью девается за 100 голды куплены. Лечебный эликсир. Она его уже как бы своими зубами и окупила. Вот. Вовремя подошла. Вовремя грызанула. Так. Здесь мы видим, что вражеский герой довольно нагло. Просветочку мы купили. Отлично. Просветку увидели. Вот аркадный вариант исполнения органа. Но если андета не сделает разведку, то орг мог закрепить этого синего бамбрика и получить отличный девайс. Красные сапожки купил в ДК. Орк, возможно, побежал на фонтан. А может быть и вернется. То есть тут есть вариант. Именно для этого мы принесли в жертву ловцу и вызвали из него пару скелетов. Для того, чтобы посмотреть одним скелетом на левый магазин, другим скелетом на правый магазин. Чтобы контролировать, нет ли там снова попыток халявного криппинга. Так. Здесь фонтанчик. Все спокойно. Все спят. Грейт на Тайра 2 сделался. Сейчас посмотрим, что будет делать. Опа. У нас эколит в исполнении. Фова. Учитывая то, что у него глухая застройка, могу предположить, что он собирается... Даже боюсь предположить, что это нычка. Вроде как... Кроме Сакрафайшал Пита, но Сакрафайшал Пита жертвы никак пока еще нет. Поэтому рискнуть предположить, что это экспан. А нет, Сакрафайшал Питера. Все. Поехали дальше. Андетт с двух скрепов, судя по всему, строит первый Гарг. Гарги нужны для того, чтобы убить дракона, которые охраняют вместе с другими юнитами фонтан. Но из него выпадает, соответственно, больше всего денег, больше всего опыта и выпадает в самый классный девайс. А Гарги, соответственно, очень быстро загрузает дракона. Так, тут... Ораг подошел. Видимо, он хочет, да, и второй фонтан тоже взять. Гарги в это время летят на второго дракончика. Там он один. Ой, у БМа, кажется, страшный девайс. Мне показалось, либо его прокликали на этом два-три когтя было. Попытка добить Кайлом. Там... Так... Так-так-так-так-так. Пытается добить Кайлом. Не успевает. Несмотря на то, что кинул Койл, Койл не успел долететь и добить монстра. Там БМ отвесил, кажется, крит, и на этом, собственно, все закончилось. Зато Гарги доклевали, и получился отличный девайс. Аура вампиризма. Вон, там две серклетки, два когтя, ботинки. Мега-девайс у Блэдмастера. Так. Боится, боится Фок, что его девайс стырит. Поэтому он находится Гаргами рядом, и даже думал над тем, чтобы убить его. Ну, это уж лучше, чем Орг бы взял его. Но Орг вроде заходил в магазин. Да, девайс достается Андеду. Это хорошо. Но это лучше, да, действительно. Гораздо лучше, чем бы взял его противник. Так, на магазине все спокойно. Шейда летает. А, вот он где, у нас вражеский герой. Сделал нам минус гулю. Все, но больше минус гулю не сделает. Потому что здесь уже башня Миру бы стреляет. Можно, в принципе, да, пойти закрепить еще второго дракончика. Потому что решительно некем пока Оргу убивать этот дракон. На райдеров слишком мало. Вот он жив-здоров. Летает. А Гарги его напротив. Склюет очень быстро. Еще аура на них есть. Так, флейта метр. Ну, девайс гораздо хуже. Что для Орг, что для Андеда. Орг. Если, конечно, там не будет выходов Хауков, Дестройеров, Фростфирмов во всех стреляющих. Так, Лич вторым героем. Личан сразу начинают, там, пару ударов по нему нанесли. Лич крутил просветку. ДК получил третий левел. Ну, мы все, конечно, ожидаем, что, да, где-то крепится Шадоу Хантер. Вот он. Мы его встречаем. Он закрепил Шадоу, и теперь у него логичное сражение сражается за магазин. Который находится по... Вот он здесь. Шейду мы прикрепили. Гарги... Да, еще может нычку ставить, кстати. Как же без нее-то? Долгое время не брал скилл. Ой-ой-ой. Гаргу, Гаргу там поймали. Улетела, не улетела. Стоп. Кажется, да, уже делается нормально. Там нет юн, которые стреляют. Которые ловят сетку. Орк в это время крепился. Нычку он не ставит. Ну, вот... Даже... Опасно сюда подходить, если бы только попробовать добить его. Не стал рисковать Андетт. Видимо, боясь Хекса и сетки. Прокликивает героя. Смотри, какие девайсы. Если честно, не успел даже заметить. Два бэтрайдера. Это уже сразу Ахтунг. Гаргам нужно быть гораздо более осторожным. Потому что один бэтрайдер взрывает как минимум одну гаргу. А еще сплэш. Три гарги взорвут четыре. Да, скорее всего, взорвут четыре. Без проблем. Там сплэш 50. Вот. А у гарги 450. У 420. Жизнь. Но здесь решил... Так. Койл. Нова. Минус один бэтрайдер. Второй дэмэджины. Так. Гарги здесь. Бэтрайдер сразу подрывается. В него... Койл. Нова. Налетает. Гарги. Теперь уже как бы более спокойно. Ловят в сетку героя. Нужно срочно телепортироваться. Его кексят на самых последних китах. И убивают. О боже. Срочно. Срочно. Иритируется. Фов. Но как же уйти от двух райдеров? Как же уйти? Не уйти никак. Воскрешает своего героя. Ой-ой-ой-ой. Строит фрост фирма. Воскрешает в первую очередь Лича. Потому что... Он первого левела. Он быстрее выйдет. Да. Но сам виноват. Анда. Тут как бы у героя было мало жизни. И ожидался Хекс в исполнении врага. Поэтому... Ааа. Ну, ждали. Мы ждали. Что кинут Хекс на главного героя. А без главного героя... И Лич недолго живет. В костяном заводе первый фрост фирм. Тренируется. Заказывает Андетта второго своего героя. Но это, конечно, хорошее преимущество уже на стороне Орка. Скорее всего, там уже нычка нужна и сечь. Как раз сейчас Андетта это и делает. Вот. Но это не конец света. Андетта это раз живучая. Тем более, что... Фоб, это тот еще боец. Будет сражаться до последнего. А у Орка вроде нычки нет, судя по карте. Там нет характерной красной точки. А вот красная нычка есть слева. Либо противник крепит большую... Да, он прокрепил большую точку. И у него там девайс типа боевых барабанов. У Орков идут... Бэтрайдер. Минус один. Минус две гарги. Минус три гарги. Опыт получил Андетт. Абсолютная порция опыта. Лич. Учил второй лэл. Делается шейк. Так, что у нас тут? Учил второй лэл. Учил второй лэл. Учил второй лэл. И на втором левеле он взял фрост армор. У нычки у Орка нет. Это не может не радовать. Единственное, что безусловно огорчает Пова, это то, что его герои не такие прокаченные, как Орочи. И Орк там должно быть уже 4-3, где-то так. А у него 3-2 всего лишь. Плюс, конечно же, девайсы, которые Орк насобирал. Сейчас он на красную точку на второй должен пойти. И там скорее всего должен поставить нычку. Так вот должно произойти. Ну, потому что на карте просто не осталось больше точек, кроме, кажется, правого магазина. Ну, вот магазин, который справа. Потому что там, кажется, еще не было. Оп, можно попробовать нюкнуть его. Нет, я решил нюкнуть. Продал и ауру, что довольно удивительно, потому что аура добавляет, ну, довольно серьезно, 10% к урону. Нычка здесь. Так, ну что ж, Андеду сражаться не очень. Телепорт у него есть, в принципе, но... Но герой не закупленный, герой не прокачанный. Да, вот Орк пришел на красную точку. В это время Андед, пользуясь тем, что Орк находится в другой части карты, отменит ему экспант. Убилет рабочего, но, причем, выиграет время. Орк должен ставить экспант. И, по идее, он должен был его ставить на красной точке. Я думаю, что после вот этого вот отмены он поставит его в более выгодном месте, вот здесь. Уже ожидаю, что рабочий будет мимо шейда пробегать. Ну, скорее всего, как-то заметил. Еще есть вариант поубивать бору с первым фрост первым, потому что у него солидный магический урон. А, здесь уже ТР-3 бетон. Да, обидно, обидно. Ну, зато рабочих немножко погоняли. Новый, минус раб. Минус еще один раб. Так, шейда здесь наблюдает. Здесь у нас есть фрост вирм. Еще один фрост вирм устроится. Так, испоем, испоем. Сейчас Орк будет пытаться пойти на перехват, я чувствую. Через, да, здесь воздух идет. Нужно фрост армор вешать. Фрост армор в Саву превратили. Делать телепорт, но... Я злокоил сначала кинуть, а потом фрост армор делать. А потом телепортироваться только. Потому что фрост армор он защищает не только от обычных атак, но и от взрыва бетрайдеров. То есть, чем больше брони у юнитов, как вы знаете, наверное, тем меньше урона наносит суицидам бетрайдеров. Вообще ожидает Орк... Ой, Андедд нычки от Орка. Я бы тоже ожидал. И я тоже ожидаю. И надо проверять наличие экспанды как раз на шести часах. На вот той вот свежей, свежежезачищенной красной точки. Много гарг у андеда не знаю, как он собирается справляться с бетрайдерами. Так, видит проверочка. А, даже не докреплен, ты достал еще в лесах тролли. Но тогда проверять шахту слева, в первую очередь. Когда вы здесь вот. А что, что там шкатулка у Бэма? Ах, мешает Бэму поставить. Все, что там шкатулка вождей. Ну, еще помешает, помешающе помешать. Все, уже оставил эту затею, кажется. А, нет, но я скорее всего пошел за просветкой, Андедд. Чтобы... ну, в общем, наши идута нельзя поставить шкатулку, а она невидимая. Выходит из лимита Андедд. Андедд типа контролирует ситуацию. Не в плане как бы у него преимущество. Он просто знает, что сейчас будет. Знает что, ему нужно готовиться сейчас к последнюю битву. Выходить из лимита. И стараться навязывать орку в сражение. Потому что сейчас орк потратил порядка 600 голды. И довольно много леса, там почти 300 леса. На экспант, который строится буквально за 20 секунд. И если сейчас не выиграть, то мичка уже разложится и будет... Так, магазин тут уже закреплен. В общем, все собрал орк. Вообще абсолютно все. Лайк очень уверенно вообще проводит эту игру. И надо развешивать сейчас фрост армор. Нужно дожидаться последнего подкрепа с... Так, фрост армор на личе. Дожидаться подкрепа с мэна. Там еще один фрост вирм, кажется. Опа, орк нас засек. Инвулу одного героя, инвулу второго героя. Но без свитков как-то стремно. Там просто будет сплэш. Так, фрост вирм еще один вылетает. Дожидается как раз подкрепы. Уху-ху-ху-ху. Звиток защиты есть, свиток защиты есть. Все. Собрался вроде. Вроде готов. Вроде максимально выжил из ситуации, что можно. И сейчас будет битва. Гарги садятся на землю Часть бэтрайдеров врезается Scroll of protection Scroll of healing пока не делается Вирм лечится Почему не развесил просто армор Непонятно Гули грызут Свиток нужно читать Друг свиток ДК бьют Бьют ДК Ловит в сетку Он читает свиток БМ начинает отвешивать криты На 200 криты О боже Какой жесткий херакил ДК пытается отступить Под просто армором У него буквально 4 хп Он убегает Просто Вирмы все живы ДК убегает Очень Очень быстро Не знает куда ему бежать Лич получает Левел ап И начинает Один уже тут Разбирать Рабочих У него стингвол В принципе он сможет это выдержать Я боюсь что просто за Опа нет Вот они два героя Просто Вирма поймали БМ с Орвой Уверенно запуржил Большого Вирма Все Андето нужно сейчас Отхиляться Потому что здесь варианты Еще потерять Вича Андето вступает На На источник жизни Туда же приходит ДК Тут Теряем мы одну гульку И пару скелетов 44 лимита У Андето строится Еще один Вирм Ну и минус Все рабочие Так ДК лечится Пришел Шадоу Хантер сюда Возможно Будет Хирокилл Бэтрайдеры Бэтрайдеры Минус один Минус два Лечит Фростфирму на последних хитах Его БМ из Виндвока Пытается достать Окружает Блэйдмастера У него очень мало жизней Тот отвешивает крит На 300 Господи Блич очень-очень бит Начинает атаковать Шадоу Хантер Уличаясь Инвул Лич постреливает Снимает броню Его лечит ДК Фростфирма Запоржили Ну окружил Окружил Фоп Шадоу Хантер Начинает грызть Убили Фростфирма Но и Шадоу Хантер Падает Боже Какая игра Пытается окружить Блэйдмастера Окружает Блэйдмастера У него есть что-нибудь Что-нибудь ТП Инвул Лечение Коил И Блэйдмастер падает Боже мой Фоп Что ты творишь Окружает еще райдеры Великолепно Ну напомню Они играют на лане Поэтому никакого пинга нет Но все равно Вы же знаете Как сложно Иногда бывает окружить Так Подходит уже райдер Это на точке сбора Это все уже криво Путается у лайка Он из такой ситуации Отдает просто победу Фопу Ну конечно Фоп более титулованный Игрок Но вы сами видели Какая была сложная ситуация И до сих пор еще не все Как бы До конца решено Выкупается у его героя Главного Но есть и Коил и Новый Я думаю Что он не решится Сюда подходить Потому что Это очень Очень Опасно Кстати играет Бесслотерхаус Вообще То есть Ни тебе тележек Ни тебе дестройеров Просто Армор Грамотно наложил на Гулю Не для того Чтобы Гулю спасли Для того чтобы Затормодить Блэйдмастера Чтобы Кинуть по нему Коил Новый Практически успел Добежать Какие штуки Сумасшедшие Ну представьте Да Блэйдмастер же добивает Гулюну Который специальный Вешатель Сторможется Блэймастер здесь Нова Атакует Выстрел Но Уходит в инвиз БМ Просветки у нас Нет Как опасно Это играет Все таки Андрет Без телепорта Ходит В принципе Который Который Передает, да, вот правильно Чувствует тоже опасность Передает своему главному герою именно Ингул Потому что Лича можно подлечить Вот, а если кто попадет рыцарь То Ильич тоже умрет Сгрызает очень резвый алтарь Пожалуй, это последняя надежда Хотя вот Шадохантер уже должен был выйти Минус алтарь Шадохантер не вышел Райдер тут, он отсюда не уйдет Потому что просто Вирм это вещи страшные Животные страшные Так, ну, надежда орка Это вот так вот подвлекать Андеда, позабегать райдерами Подорвать ему экономику В принципе, один Вирм Там справился с этими райдерами Даже если бы поймал Там, поймали его, неважно Вот герой, да, герой здесь Многое дрох может наломать Крит на 200, сколько-то там Ну там БМ 5 левела С третьими критами, у него еще пара тройка когтей Это очень жестко Ну и арба, конечно же, плюс 5 Все райдеры убегают Гули им на перевес, гули с Фрэнди, конечно же Там Койл нового в одного Нужно перенацеливать, да, перенацеливать Просто Вирма Все делает очень грамотно Ой, 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 вся Акалита минус Койл еще минус один райдер Атакует, смотрите, очень... Акалитов-то нет Уходит в инвиз, сжирает юнита Койл, нового, выстрел и... Буквально на последний хит Так, сумасшедший просто БМ Убегает, выловит всех из большого в Хост Вирма Это лучше ему, да, идти на помощь Потому что дорогостоящий юнит Так Гулей много, практически пачка Чтоб 10, если быть точным Акалитов мы подстраиваем Мэй нужно подчинить Но видите, и Орк все-таки отвлек внимание Андеда от своего мэйна И несмотря на то, что Андед вырубил, пожалуй, самое главное здание на мэйне Это алтарь Учитывая то, что Shadowhunter В нем воскрешался То есть у Орка было все вообще плохо На умничку он потерял Размен был явным в пользу Андеда Так еще и героя Серьезно Убегает, что было затормозило в воскрешении Шахта закончилась Такие вот новости у нас в игре Даже Не знаю, кому это на руку Скорее всего, Андеду Потому что Орка Экспанда тоже нет А на выдержку более такой выносливый именно Андед Вот игра с вами О, БМ, 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 БМ Начинает резать околитов Койл, Нова, Крит на 290 Пытается Уходит в инвиз Надо закупать просветку Просветки нет А шеет есть Пытается кольнуть Но слишком, слишком оказался далеко Нет околитов у Андеда Нет дух Можно подстроить Хидой нужно, конечно же, летать Это и делает О, опасная ситуация Сейчас очень опасная Потому что Любая попытка выйти с мейна Должна уркам караться Приходом на мейн БМом Либо там райдером Но на самом деле Орка сейчас где-то 3 юнита Я думаю Два героя Три юнита Не больше То есть деньги он Стопил, наверное Но в то время Как воскрешал героя Там райдеров Еще вот этих вот 4-х построил Он Если у него и был излишек То его отдал Поэтому у него сейчас Максимум было на Думаю Три юнита И это будут райдеры Так Красная точка промелькнула наверху Интересно Увидел ли это ПОВ Наверху Там, где он собирается Нычку построить Вот здесь вот она была Ну, либо это пиксели шалят Потому что разрешение Все-таки не такое Хорошее 47 лимита Насколько я могу Сунились по пятки пикселям 47 из 70 вон Да Но лимит-то качественный То есть Гулис Фрейнз Это, конечно, мясо Но учитывая то, что их никто не бьет Они Прекрасно загрызают райдеров Вот, смотрим Значит, 1-2 райдера Я видел И 2 героя Вот она, та самая красная точка Койл новый получает БМ Койл влетает в никуда Ши-да Вот ши-да Что ж ты Вот он, вот он, вот он, вот он Родной 3 райдера Ну, как я говорил Какой я молодец Шадоу Хантер отступает Вот этого товарища нужно перехватывать Да, действительно Пусть он тебе шахту отменит Тебя отменят шахту, кстати Райдер идет сначала на разведочку Смотрим Его пытаются окружить Не получается В это время Лич и Фрост Вирм Сейчас будут затормаживать Шадоу Хантера За ним хвост Ловят Фрост Вирма Шадоу Хантера, кажется Кинули новую Не, не кинули Господи, что ж Зачем тебе эти райдеры Шадоу Хантера нужно Сейчас у Шадоу Хантера Бегает Ай-яй-яй Пытается окружить гулями Не все еще потеряно Потому что гули под Френзи У них скорость перемещения высокая Плюс еще и аура Они бегают призвее Героя подходят Так Вражеский герой Тут нужно быть осторожнее Потому что все-таки Могут убить Героя Окружить можно у леса Это хорошая возможность Почти получилось Нова И окружение Шадоу Хантера Начинает сразу же атаковать Вражеского героя Новую Лечение Минус Шадоу Хантер Вражеский герой Два райдера Все замедленное Отводит там Гулей Пытается спасти своего героя Вешает на него Фрост Армор Вешает рук Хриты Отвешивает буквально Там по 300 Койл Нова Еще и Звиндвока Дарк Ритуал Это был у Героя Андеда И Койлом Добивает Последнего Главного героя Великолепная Игра В исполнении Фова Андедом На заметку И Фов Добывает Своей команде Он в группе Б Да Находится Фов Или в группе А Да Хороший вопрос В группе Б На которую Мы собственно И поставили Все наши денежки И нас ждет Я надеюсь Сегодня не будет Больше проблем Со стримом Ждет Ждут игры В группе С и Д Оставайтесь С нами На Goodgame Точ Ждут игры